как правильно реагировать на исцеление которые происходят сейчас батюшка батюшка я тут такое со мной случилось такое со мной случилось ну что у тебя там случилось дочь моя такого но чудо способствует укрепление вере конечно конечно способствует чудеса чудесам рознь есть люди очень мнительные есть люди которые цепляются за чудо начинают искать этого чуда есть какая-то взаимосвязь между конкретной болезнью конкретным грехом покрестили ребенка и там за одну ночь за одну ночь мозг образовался у ребенка врачи были в шоке почему тогда одни люди исцеляются другие и нет для нас жизнь это является абсолютной ценностью но не для бога для бога абсолютная ценность это наше спасение здравствуйте в эфире ток-шоу о вечных вопросах спасайся кто хочет и с вами павел лотария и дарья хромова мир вам друзья а поговорим мы сегодня о том как происходит исцеление по вере всегда была такая проблема языческое отношение к исцелению люди готовы исцелиться порой от своих болезней любой ценой как хорошо когда человек верит в бога в чудеса исцеления а как страшно когда человек прибегает к помощи к нечистой силе чтобы получить это исцеление но как же в реальности происходит исцеление и от чего они зависят спросим об этом у настоятеля храма святых апостолов петра и павла в калуге иерея сергия бескаравайного священник сергий бескаравайный родился на урале в семье учителей школу закончил в молдавии армейскую службу проходил в германии в 90-х годах будущий священник работал на нашей телерадиокомпании ника тв режиссером и оператором крещение принял в двухтысячном году в 2002 сергей бескаравайный поступил в калужскую духовную семинарию в 2006 году он был рукоположен в священника 10 лет служил в храме иоанна предтечи в городе калуге с 2016 года и по сей день отец сергий является настоятелем храма святых апостолов петра и павла что на пятницком кладбище около 10 лет окормляет азаровский детский дом отец сергий здравствуйте рада вас вновь приветствовать у нас я вновь рад видеть вас мы сегодня будем говорить про исцеление и начнем наверное с евангелия в евангелии мы конечно же встречаем истории многие истории исцеления когда иисус христос исцелял мы также знаем что иисус христос стал бога человеком чтобы спасти людей принести свою жертву за наши грехи а зачем тогда нужны были эти исцеления ну чтобы подтвердить божественность подтвердить что что он не просто праведник который пришел а действительно является сыном отца откуда пришел вот заметьте что он всегда большинстве случаи своем исцеления проводил после проповеди сначала он говорил проповедь а потом как бы в подтверждение подтверждение этого совершалось чудо то ли иное ну бывали случаи обратные там другие но в большинстве случаев именно так все эти исцеления они были выборочные был какой-то я не знаю нельзя сказать наверное алгоритм но какой-то был принцип или по которому он исцелял одних и не исцелял других или он исцелял вот абсолютно всех просто может быть в евангелии не все истории записаны евангелие отражает то что апостолы посчитали важным именно этот момент может быть который им запомнился больше всего или впечатлил и больше всего или может он имеет какую-то несет какую-то функцию воспитательную или еще какую-то то есть чудес там наверняка было много так что иоанн богослов и пишет об этом что всему миру не вместить пишем их книг вот поэтому отобразились только некоторые из из чудес вот есть я читал одну работу одного автора который из-за покрепов дополняет слова иисуса христа которые были приняты первой церкви еще вот и меня как бы впечатлило это то есть там не все вошло в евангелие что как бы мы с вами читаем я думаю что с чудесами то же самое если было конечно же намного больше конечно иначе бы столько народу за ним не ходил там до пяти тысяч больше кроме жены детей а вот эти исцеления они способствовали тому чтобы люди уверовали и тоже проповедовали слово божье но по-разному смотря в каких случаях иногда господь совершал чудо чтобы показать своим ученикам и в этом случае он мог сказать что иди никому не говори тем самым о том что совершилось чудо тем самым как бы говорил учил учеников своих не превозноситься потому что их ждало то же самое через какое-то время они получили дар духа святаго и тоже совершали чудеса пачка кстати вот хорошо сказали вот в евангелии когда бесноватой из гадаринской страны бог его исцелил он просил с ним остаться но сказал иди свой дом и проповедую а когда он воскресил дочь яира он сказал никому не говорить то есть родителям об этом чуде почему бачку такой вот расхождение в некоторых случаях он обращался вот к тем кто вот был рядом с ним от ученики он как бы вот я как и повторяюсь он учил их как вести себя в этих в этом случае когда происходило чудо чтобы не превозноситься показывал смирение свое а в других случаях ну пойму одному введению он так поступал как поступал ну например был такой момент когда он сказал одному из исцелен из исцеленных прежде чем войти в город смотри никому не говори об этом вот иди принеси жертву священникам а при этом говорить никому не говори об этом а тот по не пошел в город и и всем разнес так что после этого господь не смог войти в этот город и остался в пустыне и город уже пошел туда в пустыне то есть это могло быть просто практическим таким моментом чтобы он мог войти в город знаете вот такие вот вещи других случаях может быть в том районе который жил исцеленный а услышали бы о чудесах о том что есть мессия пришел это знают один господь наверно и толкователи причем ему уже наперед все равно было известно пойдет человек рассказывать или не пойдет а также он и например 1 одних звал с собой на проповедовать как юношу например богатого друге говорю возвращайся домой вот и будь с семьей своей почему так поступил поведению своему наверное знает вот те истории исцеления которые происходят сейчас люди тоже не все готовы о них рассказывать кто-то наоборот хочет поделиться со всем миром и и думает и верит в то что другие смогут через эту историю веровать а кто-то говорит не это личное я не хочу об этом говорить пускай это останется вот со мной а другие вообще говорят что нет я боюсь рассказывать тому что кто-то сглазит как правильно реагировать на исцеление которые происходят сейчас поверенную думаю и так и так правильно конечно нет 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 избытка уст сердце глаголит уста иногда когда совершается чудо человек не может уместить это и удержать в себе он идет и говорит и проповедует это может быть и правильно тоже другой если чудо может быть личностное какое-то он хочет сберечь его внутри и действительно боится потерять то благодать или боится потерять что что больше это с ним такое не случится потому что есть тоже у отцов такое мнение что нельзя все рассказывать не все можно говорить некоторые горит сохраняя то до моей смерти вот вот когда я умру тогда ты расскажешь об этом и это мы читаем жить и многих святых вот я думаю что святой человеке бежит вот этого и вот этого славы и последствия этой славы не зря не уходили в пустыню вы имеете ввиду святой человек через которого происходило исцеление да а вот люди у которых происходило исцеление вот если они например свою историю расскажет грозит ли это им действительно тем что но господь может вернуть болезнь если они расскажут нет такого какого-то духовного закона я такое не встречал и те чудеса которые со мной случались я обычно рассказывал на проповедях в личных беседах чтобы поддержать человека или показать что бог рядом вот по первости так вообще потому что это собой случилось как об этом не рассказать это вот но со временем я стал к этому когда остался этими чудесами встречаться чуть ли не не ежедневно можно сказать может а любая литургия это чудо уже можно так сказать вот я стал более спокойно и когда прибегают ко мне какая-то взмыленная прихожанка батюшка батюшка я тут такое со мной случилось такое со мной случилось ну что у тебя там случилось дочь моя такого я еще не слышал да вот но иногда конечно бывают чудеса которые повергают шок но временный потом отходишь сразу и понимаешь что это например падежка ко мне христос пришел как потом а ну да 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 пришел да но не факт что на самом деле это было конечно да тут надо внимательно смотреть на человека вот особенно нас старшего поколения которые могут болеть страдать деменция например в этой в этот с этой болезнью чего только не увидишь и чего только не услышишь батюшка тема чудеса исцелений сейчас становится табуирована ну как кажется почему это священники избегает на эту тему разговоры с чем это связано бояться каких-то искушений или соблазнов страны людей ну техника безопасности такая духовная знаете дело в том что чудеса чудесам рознь есть люди очень мнительные есть люди которые цепляются за чудо начинают искать этого чуда а как же по вере ваше да будет дано вам это все другое они ждут именно чудо как чудо понимаете как 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 впечатление вот то что один раз они пережили допустим ну при воцерковлении часто все происходит чудеса они случаются часто когда господь призывает человека вот и когда это случается они запоминают вот это вот необычайное состояние и так уж устроен человек что он постоянно ищет этого потом ему хочется пережить это еще раз и еще раз и еще раз много-много-много раз и вот с этим и поэтому поэтому люди которые уклоняются в поиске а вот этого чудесности такой для них действительно существует опасность опасность потеряться в этом все что господь пришел не для того чтобы совершать чудеса а для того чтобы возвестить то учение которую он хотел передать человеку но чудо способствует укрепление вере конечно конечно способствует но она и является чудом потому что она редко происходит мати редко если чудо совершается достаточно часто к ты к этому привыкаешь это священники скажет об этом которые встречаются вот там на исповедях люди говорят о чудеса и они привыкают к этому то есть толпы людей которые ходили за христом они привыкли видеть это чудо а ну а не только не только они и они слышали они слышали то что христос говорит не не все шли чтобы увидеть чудо но многие послушать его проповедника как они думали который идет и возвещает истину об этом иоанн креститель их говорил что со мной идет которому я не могу там сапоги и обувь понести за ним мать и они шли смотреть кто это такой услышать его нельзя думать о еврейском народа народе слишком примитивно вот да были больные были которые специально шли чтобы исцелиться но были те которые хотели слышать его получается что для кого-то истории исцеления могут стать искушением а для кого-то наоборот какой-то подпиткой вере так да может быть и так вот и у нас кстати сегодня в студии есть люди которые хотят поделиться историей мы с удовольствием послушаем любава расскажи пожалуйста свою историю моему сыну сейчас пять лет и он благополучно родился в срок но когда была середина срока суббота на воскресенье со мной случилась угроза преждевременных родов ну всю ночь я промучилась боль была по нарастающей я понимала что мне предстоит госпитализация вот но поскольку меня благословил священник начале беременности при причащаться каждое воскресенье я как-то так с верой дерзновением решила что сначала причащусь а потом будь как будет а вот и когда я приехал храм всю службу оплакала у меня боль были ужасные как шли по нарастающей как будто ну началась начиналась родовая деятельность как ну я сейчас как уже рожавшая женщина могу это тоже по ощущениям сравнить вот и я подхожу к чаше понимаю что может быть это очень было дерзновенно но я как-то с верой решила что причащусь и может быть друг поможет я причащаюсь в этот же момент 12-часовая вот эта мучительная боль схваткообразная и тонус там и все 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 было вот она тоже словно кто-то выключил и больше она не появлялась в миг выключилась да вот только я приняла святое причастие и в этот же момент полусуточная боль она словно не было я решила как бы но особо своим чувствам не доверять сразу поехала в больницу начала рассказывать врачам что мне нужна госпитализация возможно я уже рожаю или по крайней мере мне нужно там на сохранение положить то есть описала все весь тот ужас который творился со мной они посмотрели говорит у вас даже у вас даже намека нет у вас идеальные показатели у вас идеально мягкий живот я говорю да я понимаю сейчас мне стало легче но со мной такое творилось в общем они меня выпроводили и после этого этого не повторялось я так и исполнила благословение каждое воскресенье причащалась доносила свою беременность родила даже позже срока и потом узнала что с моей патологии щитовидки вообще это известное дело преждевременные роды и надо было гормональную терапию какую-то проводить но мне этого никто не делал и я думаю что не факт бы что я бы сейчас бы имел бы ребенка если тогда бы я не поехал в храм вот тут было такое со мной и большое что поделилась батюшка вот такое такая история вот любого просто несколько раз сказала что дерзновенно к чаши подошла что исцелюсь это вот исцеление как что называется по вере в такой ситуации ну конечно любое любое исцеление она происходит как правило по вере как правило а вот есть же люди которые относятся к исцелением языческие потому что есть магическое мышление так называемая у людей и они вот думают что если не прикоснусь к чему-то там даже если это святыня не исцелюсь например я знаю что многие люди привозят земельку с могилки святого например и складируют да кто-то там складируют масло от икон с разных складируют и исцеление как бы как таковых но не происходит получается просто вот предмета лежат дома а у кого-то действительно я читала жития святых и у кого-то после этой земельки действительно поверь человека происходит исцеление ну тут понимаете тут внутренняя внутренняя решимость такая внутренно ну касается внутренней веры какой-то вот как как двигатель такой внутренний человек бог должен увидеть вот это стремление к исцелению желание вот этой веры как он увидел это допустим в аврааме или в моисее и во многих других людях он увидел и поэтому поверь и дал вот но есть люди которые ну просто не хотят страдать может так сказать или экспериментирует или ой что-то болит врачи не помогает пойду-ка я съезжу вон туда возьму земельки там в интернете посмотрели ли кто-то что-то сказал из разряда вдруг поможет вдруг поможет да то есть это разные вещи разы уровень такой доверия богу и бог ищет ему дать исцеление или не там ну просто очень просто он захотел это случилось но ему нужно видеть намерение человека его внутренний мир как он этого хочет ведь исцеление она может произойти может и не произойти может не произойти по какой-то причине одному богу известно а может произойти опять же по причине богу известному известный вот и тут одному может помочь а другому нет один прикоснется к иконе например был такой случай был панамарил в приходе калужской иконы божьей матери на силикатном у нас вот и там одна женщина пришла на костылях отец евгении покойный когда она к нему обратилась что мне делать потому что врачи хотят ампутировать обе ноги он сказал просто говорит идите он калужской иконы божьей матери и помолитесь там и и пошел вот через месяц она пришла на своих ногах настояла долго молилась я ведь видел вот а потом через месяц пришла своих ногах и костыли оставил возле этой иконы и ушла плакала там благодарила такие вещи но это нужно дойти до такого состояния до чтобы перед иконой так молиться чтобы это произошло или например что очень удивительно когда один человек из казани приехал и ему сказали что ампутирует обе ноги он приехал попрощаться со всеми сродниками потому что которые жили в калуге они сейчас тут живут не в калуге а в льва толстого и он сказал что я пока на ногах хочу с вами повидаться а потом не будет ампутация вот через какое-то время они посоветовали ему в тихонов пустынь съездить и укунуться в источники что он и сделал вот после этого когда он приехал в казань врачи проверили сказали дорогой наш иди отсюда у тебя все в порядке вот и он не знаю как сейчас но раньше приезжал с брал вот эти вот пузырьки наливал эту воду и вез в казань и там раздавал всем своим родственникам знакомым вот такое чудо было вот но опять же молился и я могу еще много привести таких моментов которые с которыми я встречался я хочу чтобы вы поняли да что чудо она хорошо до какого-то момента до какого-то времени когда бог зовет вас и хочет показать свою силу чтобы уверовали чтобы ближе стали к нему чтобы поняли кто с вами то вот но наступает тот момент когда чудо чудо не должно человека будоражить что ли так сказать она даже может быть во вред идти вере его понимаете в чем заключается феномен феномен веры в том что он верит если у тебя постоянно совершаются чудеса то ты будешь верить автоматически то есть это вот они происходят ну и все как бы все нормально нужно какие-то трудно но не трудности ты должен показать свою веру почему у нас есть благодать призывающая например когда господь обильно свою благодать на человека не спасывает для того чтобы он укрепился в какой-то вере но потом эта благодать отходит и человеку становится очень все трудно дается всего ему тяжело и на службе быть и на там послушание выполнять и много-много чего другого и молиться даже утренние вечерние правила уже с трудом совершается а раньше летал все душа поет а потом это все кончается почему так господь делает а именно для того чтобы чтобы человек показал вот эту степень веры своей когда тебе трудно когда тебе тяжело это в глазах божий намного ценнее чем если человек бежит в храм только потому что ему там ночью явление какое-то было или там еще как понимаете в этом вся разница поэтому до какого-то момента чудо хорошо но она хорошо еще когда моменты моменты слабости человеческой моменты уныния моменты какие-то такие знаете когда нужна поддержка а ее некому тебе оказать раз то что может подпитывать да и господь иногда каким-нибудь маленьким таким каким-то маленьким каким-то явлением чудесным потом это не может быть ярко выражено чудо вот это почувствуешь сердцем ты почувствуешь что бог все-таки рядом с тобой потому что я найти когда читал однажды ну какую-то книжку же очень давно и там спрашивал кто-то у кого-то почему господь так вот чудеса не являет постоянно а батюшка там кому обращались он сказал понимаешь у нас бог он наш бог смиренный вот и все сказал то есть он не выпячивает себя вот так вот не выпячивает и все и поэтому чудеса они хороши но до какого-то момента все таки и потом человек не должен искать их он должен проявлять свою веру вот и чем как-то не не обоснована она а именно своего желания именно с движения своего тем она ценнее перед богом он такой человека темечка целует понимаете вот такие вот вещи . а почему тогда одни люди исцеляются другие нет получается что один покаялся горячо молился другое допустим нет или все же есть какой-то промысел дальнейшей жизни есть три вещи есть три вещи по какой по которой господь совершает исцеление например или какое-нибудь чудо первое это когда человеку нужно пострадать за свои грехи какие-то которые остались нераскаянными например пострадать какое-то время да какое-то время я вот часто вижу же когда хожу на требуя там человек болеет раком умирает например от рака тяжело страдает и когда его исповедую первый раз или второй раз в жизни я понимаю за что это и что именно в этот момент человек очищается по-настоящему иногда именно только в этот момент человек впервые ему приходит мысль позвать священника то есть могут быть даже какие-то смертные грехи когда вот такое заболевать да 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 смертные грехи то есть совершается внутренний какой-то перелом понимаете внутренние изменения просто человек который страждет он думает по-другому у него мысли другие он цепляется за за любую возможность и появляется страх а что же будет дальше что а как я а как я жил когда перед ты стоишь перед вечностью это может почувствовать только тот человек который находится в таком положении говорить об этом можно только догадками но именно в этот момент чаще всего если этот человек не закоренелый такой знаете вот бывают и люди такие упертые знаете вот атеисты там коммунисты не коммунисты смысле смысле у по характеру упертые понимаете вот с такими вот они могут да они я пришел к одному на руками начал махать вот так у умирая человек осталось там полчаса жить ему врачи сказали он видел священники давай махать уходи 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 испугался а вдруг умрет вот такие вот вещи поэтому иногда это так иногда бывает второе это когда когда господь хочет уберечь этого человека от чего-то более страшного мать вот впереди ждет что-то страшное ну вплоть там ну я не знаю там ну допустим он смолодушествует там и откажется от веры например или еще что-то или там убийство совершит или еще что-то ну что-то страшное должно произойти иногда господь посылает вот эту болезнь болезнь или там чудо совершается какое-то понимаете как батюшка вот касательно рака а если у человека происходит рак господь именно об этом человеку печется именно посылает такую болезнь страшную ну ну конечно печется потому что для для нас жизнь это является абсолютной ценностью но не для бога для бога абсолютная ценность это наше спасение он хочет нам подарить вечность что такое наша жизнь по сравнению с вечностью это даже не миг этот даже не миг это ничего это пар как говорит там пророк давид на какое-то время вернее этот соломон на какое-то время пару и все жить быстро прилетает и кончается а что дальше дальше вечность и поэтому заботиться об этом ему нужно спасти человека поэтому дети у иногда умирают потому что в будущем господь промышляет что человек может не спастись вернее не спасется понимаете а тут ангел на небесах то есть даже когда человек горячо молится плачет и не получает просимого может господь его это может быть проведение боже да а попечения боже об этом человек он плачет вместе с ним в этот момент может быть и гладит в этот момент по головке его и горит потерпи чуть-чуть еще все будет хорошо вот в этот самый момент этому человеку отчаявшему ли родственнику дать надежду то есть бог ждет молитвы этого человека вот когда вот не получилось исцеление просимого бывает же люди наверное отворачиваться от бога вот расскажите на примере вот в священии служитель вас наверняка были примеры когда человек допустим отворачивался от бога было разобучиваться бывает и такое что когда случается скорбольшая человек по своей по своей вот по свою малодушию выходит в окно там например или там петлю сооружает почему у нас приходит и в епархию там с этими бумагами со всеми чтобы разрешили опивать и все достаточно есть такие люди которые смолодушествовали понимаете но это большая частью касается людей неверующих у которых нету смысла нету стержня а с верующими такое случается на моей практике такого не было в основном это были люди которые либо вера их была чисто формальной знаете ну там крестик покрестилась ходила там ну чтобы дочке приятно было там или еще там как-то ну чтобы никого не обидеть а вдруг там что-то есть вот такое все а бог душе но все такое а когда случается вот такая вот скорбь человек не выдерживает у него нету на что не не на что опереться вот он не видит бога как спасителя как помощника и поэтому решает ищет самый легкий путь избавления от страданий и и третий способ это когда господь хочет одеть на нас венцы мученические да он хочет чтобы мы были прославлены даже там за гробом понимаете мы в наше время трудно вот эти венцы найти понимаете они вот эти вот мученические мы мучаемся но больше мучаемся по своей как говорится безалаберности там по своим каким-то жидейским моментам мы не связываем это с духовной жизнью вот и поэтому так трудно мы их переносим мученическая любая болезнь тяжелая это мученичество по своему по своей структуре по своей форме и человек который переносит с определенным настроением с не суждением не с озлоблением а с благодарностью я таких людей встречал и достаточно я удивился в своей практике людей таких много оказывается люди святой жизни я думал их нету когда а потом когда стал ходить на требования с ними встречаюсь я вот разговариваю с ним исповедуется вижу человек святой жизни я вот священник я вот до такого уровня не могу дойти как вот человек посредством болезни дошел но тут есть определенные правила то есть нужно ну не озлобиться не не найти крайнего не обвинить бога в этом вот в этом случае это будет венец мученический да если ты полагаешься на волю божию и понимаешь что это как бы Господь посылает такое испытание ты проходишь это испытание да тебе тяжело но ты мужественно проходишь вот это все и Господь тебе на голову одевает этот венец который потом остается за гробом а может быть даже не один батюшка а вот есть какая-то взаимосвязь между конкретной болезнью и конкретным грехом ну например я слышала что человек который склонен обижаться все время и копить в себе обиду чаще всего это приводит к онкологии вот есть ли какая-то вот может быть на вашем опыте или вы читали у святых отцов вот взаимосвязь да есть есть книга греческого греческого автора богослова он по-моему называется православная психология есть есть ряд других книг которые есть и высказывания некоторых отцов святых что некоторая да что некоторая болезнь она отвечает именно то есть грех отвечает за ту или иной болезнь и что да обида она вот якобы ведет к онкологии ну мне один так старчик и сказал что не обижайся это ведет к онкологии я это запомнил очень хорошо вот и таких моментов да есть вот прямо описание есть есть по-моему даже еще кого-то афонского монаха есть описание но насколько это все как-то правдоподобно это наверное скорее область опыта какого-то своего или какой-то анализа ну трудно об этом сказать потому что нет четкого как бы определения церкви на это если человек понимает за что господь ему эту болезнь послал исповедуется в этом приносит искреннее покаяние а есть ли гарантия какая-то для такого человека что если вот он этот грех в себе с божьей помощью устранил то все он исцелится точно а ну да да такое и на моей практике такое было но это не гарантия на сто процентов это не гарантия но это может быть есть когда грех причину снимаешь греха то может все исправляться как это я говорю вот на практике были такие случаи когда действительно человек исправлялся исправлял грех тот который например там были люди которые жили так называемым гражданским браком ну по сути дела блуди вот и когда они это исправляли и их болезнь уходила да когда ребенок родился с мозгом с водой вместо мозга родился ребеночек и его родители жили вот не расписаны они пришли в храм тогда к нам ко мне и попросили перед смертью перекрестить покрестить потому что ребенок сказали умрет врачи я тогда сказал что я не знаю почему сказал но сказал что надо говорю когда дети болеют я где-то это вычитал что дети когда болеют то скорее всего это вина родителей что что-то не то давайте разбираться я их сразу на исповедь и выяснилось что они живут в этом вот гражданском браке так называемом в блуде то есть был грех серьезный я говорю давайте поправим это дело и может быть ребенок выздоровеет они говорят что вы батюшка это невозможно врачи сказали все там я говорю ну попробуем давайте помолимся да но и надо должно им что они действительно взяли вот он паспорт взял этот сбегал в этот в ЗАГС да он это был знаком по-моему я не знаю как то они очень быстро это сделали все расписались печать поставили там вот мы покрестили ребенка и там за одну ночь за одну ночь мозг образовался у ребенка врачи были в шоке это вообще никак не объяснить это не объяснить да для меня это был урок в том что причина была это грех когда причину убрали бог пожалел дитя понимаете и вот в такие такие моменты случаются да подождите так получается у нас в россии пол пол страны живут ну может даже многие живут в гражданском браке они все получат какое-то наказание если не покаялись не обязательно через детей всегда всегда ну по моей практике всегда есть что то что потом за что почему человек несет эпидемию за это то есть если даже потом женился все равно есть да все равно да он женился он все равно какое-то время несет эпидемию но самое страшное это когда люди прожили очень долго вместе в таком состоянии в блуде сразу напомню что гражданский брак это именем российской федерации а это называется гражданский брак а так это блуд просто блуд сожительство да сожительство называется по старому так вот когда люди живут в сожительстве это на сто процентов они будут это потом как-то расплачиваться ну тем или иным способом и вот те люди которые в возрасте я вижу те серьезные болезни которые они несут именно из-за этот грех всего это болезни по-женски потом у мужчин простата ну что-то в этом роде понимаете ну не могу судить я могу что угодно как бы из своего опыта я вот вынес именно вот это хотелось бы узнать ну проще говоря как такое происходит когда святой который уже много веков тому назад да он этот мир покинул и является его видят есть свидетели он иногда просто спасает человека заблудившегося в лесу или оказавшегося в какой-то очень тяжелой ситуации что это такое поясните пожалуйста ну это из области чуда которое объяснить трудно очень и человек находится в беде и в этот момент человек может испытать ну какой-то призыв о помощи позвать в том числе он может мысленно помолиться или там господи спаси потому что когда случается какая-то неприятность или какое-то страшное событие мы всегда вспоминаем что Бог есть на свете и именно в этот момент тот или иной святой может откликнуться вот я уже рассказывал про женщину она и сейчас жива здоровая все у нее были серьезные там неприятности семейные там и все прочее там вот она шла помолиться в храм Иоанна Притечи чтобы к Николаю Годнику чтобы он разрешил ее проблемы и когда она шла она увидела старичка который вот возле прямо возле входа просил милостыню тут вот там обычно с левой стороны цыгане сидят или справа если входить а с левой вот он стоял вот она вроде как бы сунула руку в карман а потом и прошел дальше как-то знаете так вот нет а потом через секунду пока зашла думает а чушь я не дала то раз и возвращается а его нету она спрашивает а где тот старичок был какой старичок и говорит старичка нету вот она не поняла еще тогда ну пошла к иконе смотрит этот старичок на нее смотрит через икону и она вся заплакала пришла батюшка а что делать то мне я вот эту историю мне рассказывает я говорю ну помолитесь перед ним попросите прощения и она действительно так вот помолилась и горячо и все разрешилось причем начало разрешаться раньше чем она стала молиться и вот вот у нас женщина тоже есть которые в другом храме когда денежки собирали знаете раз под носом ходили денежки собирали вот приходит она она раз там а потом думает ой а мне же на троллейбус еще надо там и там эти денежки и не положила а потом смотрит через это царские врата выходит женщина и идет прямо к ней это вот было лет десять наверное нет больше пятнадцать назад идет 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 все раздвигаются так вот вот люди а он как не подходит к этой ну что говорит для моего сына копеечку пожалело и все она и все исчезла то есть повернулся исчезла вот вот такие вот это вот сейчас происходит у нас да то есть это происходит это же не 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 плотую воспаленного ума то есть она видит как из алтаря выходят как люди отходят разделягиваются она подходит к ней именно к ней. И, конечно, такие моменты будоражат. Обычное явление всегда несет какую-то смысловую нагрузку. То есть, ради чего это все происходит? В данном случае Богородица хотел исцелить эту женщину от жадности, можно сказать, или от скупости, или просто, что храм – это такое место, где нужно, она должна знать, что будет собирать, и все такое. Что это особое место. Может, какие-то воспитатели. Может, у нее вообще какой-то недуг с этим был связан. Может быть, она не только в этот раз, а может быть, она всегда это вот так вот как-то вела. Трудно сказать. Но дело в том, что это случилось с определенной целью. У человека, который просто говорит, батюшка, мне Господь явился. Ну, хорошо, а что сказал? Ну, он сказал, что у меня там, что то-то, то-то. Ну, понимаешь уже, что это уже как бы… Мне было смысловой нагрузки, а это было ради того, чтобы вот, как бы я так и было классной, что мне делился. В основном, что-то из ряда вот ко мне прилетели инопланетяне, и вот мне сообщили важную новость. Вот такое. Понятно. Батюшка, подводя итог нашей увлекательной беседы, для чего Господь дает человеку исцеление, а кому-то все же на какое-то время оттягивает этот момент? Вы все время пытаетесь меня поставить на место этого Господа Бога нашего, прости Господи. Откуда же я знаю так? А вот именно терпение, чтобы проявилось у человека, например, вот не знаком он был с этим, с этой добродетелью никогда, а тут заболел и терпит. Терпит, терпит, терпит. И вот это, знаешь, что такое терпение? И Господь видит это терпение, за терпение ему дает исцеление, например. И вместе с исцелением еще и венец на голову, который его будет потом радовать в жизни следующей. Если исцеление не происходит, его стоит продолжать вымаливать? Да, должна быть надежда. Должна быть надежда до последнего. Человек должен надеяться. Мы знаем, что такое любовь, что такое вера. Но с надеждой у нас всегда проблемы. Поэтому пусть иногда Господь хочет, чтобы на него надеялись. Его мысли не наши мысли. Его дела не наши дела. Мы даже приблизительно не можем в эту вот область войти, как бы все объяснить. Мы можем только как бы догадываться. Мы можем через святых отцов, через их опыт рассуждать об этом. Но на самом деле это, конечно, божественная область. И почему он поступает так или иначе, я думаю, узнаем только в вечности. АПЛОДИСМЕНТИЕ Продолжение следует...